Концертом в Большом зале Московской консерватории завершился цикл памятных вечеров к 80-летию со дня рождения выдающегося пианиста и педагога Льва Николаевича Власенко. Многогранный талант Льва Власенко проявился не только в его блестящих конкурсных выступлениях и успешной карьеры концертирующего пианиста. Оправдав ожидания своих знаменитых учителей, маэстро сам стал наставником целой плеяды отечественных музыкантов. Один из его прославленных учеников Михаил Плетнев закрывал сегодня вечером концертный цикл, посвященный памяти маэстро. Из Большого зала Московской консерватории репортаж Лидии Вахониной. Они живут в разных странах и принадлежат к разным поколениям. Чтобы пути этих музыкантов пересеклись в одно время в одной точке земного шара, нужно произнести магическое имя – Лев Власенко. На концерт посвящения любимому педагогу они слетятся, как пчелы к цветку. Михаил Плетнев поступил в консерваторию в класс флиера, а заканчивал класс Льва Власенко. Учился у него в аспирантуре и был его ассистентом. Мы с ним также выступали неоднократно, когда я начал дирижировать различными оркестрами. Он соглашался быть солистом. За роялем – Лев Власенко, за дирижерским пультом – Михаил Плетнев. При жизни Власенко учитель и ученик вместе переиграли все концерты Листа и Бетховена, композиторов которых были наиболее близки Льву Власенко, сочинения, в которых он был корифеем. Но это вовсе не означало, что авторитетный взгляд профессора подавлял личность его талантливого ученика. Кое в чем даже я ему дерзал какие-то давать небольшие советы. Я не помню за все время нашего общения, что между нами пробежала какая-нибудь кошка или какой-то другой зверь. Калли Рандалу сейчас живет в Германии, а когда-то учился в аспирантуре у Власенко. Как и пианист Александр Струков, тоже ученик Власенко, слегка суеверен. Перед концертом память учителя, как перед экзаменом, музыканты стараются следовать всем приметам. Одна из них – избегать интервью. Из всех учеников сложнее всего было найти свой путь в музыке дочери пианиста Натальи Власенко. На репетициях она часто ему аккомпанировала, исполняя партию оркестра на втором рояле. Влияние отца было огромным. Да и как иначе, если дома они занимались в соседних комнатах. Иногда он подходил и говорил, что ты играешь, надо так, по-другому. Я иногда огорчалась, потому что мне казалось, что я делаю так, а почему нужно иначе. Советы Льва Власенко вспоминают с благодарностью, при этом не подражая и не копируя манеру исполнения отца. Мы играем, мне кажется, по-разному. И я думаю, что это то, что мой отец хотел бы услышать. Лидия Вахонина, Максим Ашифмен, Служба информации, телеканала «Культура».